Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Позорились с парнем, не разговариваем уже 10 дней. Сегодня, пока я ходил на почту, пришла парня «Нету дома». Забрал ключи от машины моей, ничего не сказал и не написал. Подозреваю, что уехал вообще в другой город, сегодня не приедет. Не знаю, как вести себя в этой ситуации, подскажите. Ну, давайте начнём с того, что важную роль достаточно играет то, из-за чего вы поссорились. Вот. Это такой самый, наверное, самый важный такой момент. Как мне кажется, по крайней мере. То есть, очень важно понимать, что послужило причиной конфликта между вами. Это первый момент. Потому что в зависимости от этого, в зависимости от того, что послужило причиной конфликта, вы определитесь с тем, как вам себя вести. Исходить в своём поведении нужно из того, как вы реагируете на ссору. В том числе важно, конечно, понимать, что есть ваш склаб в ссору, есть ваш склаб в конфликте, что без вашего участия в конфликте ссоры бы не было. Ни в коем случае вас не обвиняю, ни в коем случае не говорю вам, что вы виноваты. Просто в данном случае пытаются показать, что опираться в данном конкретном случае нужно на себя. Опираться в данном конкретном случае нужно на то, что вам важно, на то, что вам ценно. И если вы, допустим, чувствуете как-то, что вас ситуация задевает, да, то, соответственно, ну вот, как бы, испытывая негатив, да, испытывая какую-то вот, ну, болезненность, скажем так, имеет смысл это как-то выражать. Вместо этого, вместо этого, по, ну, по моим ощущениям, да, вы, по сути дела, просто уходите в игнорирование, вот. Хотя нужно понимать, опять же, что игнорирование, ну, оно никогда ничего не дает. Нужно понимать, что там, условно говоря, через игнор, ну, вот, ничего не добиться от слова совсем. То есть это очень такой важный момент, на который имеет смысл обратить внимание. А есть ощущение, что мужчина вам, ну, вот, вы знаете, скажем так, мстит. Есть такое ощущение, что человек вами манипулирует, вот. Есть такое ощущение, что он вас, ну, вот, скажем так, наказывает. Мне бы, конечно, очень не хотелось бы, чтобы так было, да, мне бы не хотелось, чтобы это было под правдой. Ну, вот, судя по тому, что вы описываете, я бы сказал, что вероятность этого велика. Ну, потому что игнорирование, это всегда про манипуляцию, а то, что делает, ну, ваш молодой человек, да, это вот как раз история про манипуляцию, вот. Поэтому, в первую очередь, в первую очередь, посмотреть, какие у вас чувства, вот, выразить эти чувства. И дальше уже от этого, ну, отталкиваясь, как бы, от этого, да, уже, ну, в каком-то направлении двигаться. Как-то так, я не думаю, что глобальной проблемой является то, что парень уехал за ключи от вашей машины. Да, это неприятно, ну, безусловно, это неприятно. Но я не думаю, что глобальная проблема в этом. Я думаю, что глобальная проблема заключается в том, что, в принципе, у вас, ну, вот, с вашим молодым человеком есть в отношениях, скажем так, системные проблемы. Вот. И, на мой взгляд, именно их эти самые системные проблемы нужно решать. Вот. Ну, это вот в данном случае, скажем так, моё мнение. Вот. Мне так кажется, мне эта ситуация такой представляет. И, на мой взгляд, достаточно мало информации для МЛ. Вопрос, и вопрос серьёзный, на мой взгляд, в том, почему вы, в принципе, спрашиваете нас о том, как себя, ну, как себя вести. Вот. То есть ведь, ну, по факту, то, что вы спрашиваете нас об этом, означает, что вы вести сюда не знаете как. Так, если вы не знаете, как себя вести, и при этом есть какой-то такой вот элемент конфликта, да, есть элемент ссоры, то это говорит о, в первую очередь, внутреннем вашем конфликте. Вот. И, соответственно, важно этот самый внутренний конфликт определить. Очень важно, очень важно, очень важно его, скажем так, заметить, очень важно его выделить. Для чего выделять его? Ну, во-первых, чтобы опредметить, то есть вам необходимо опредметить свой внутренний конфликт, который у вас имеет место быть. Вот. И уже дальше решать, что вы хотите. Вот. Уже дальше решать, как вы хотите. Ну, там, вот. В целом действует, да, как вы хотите, да, как вы хотите, в целом, дальше двигаться. Вот. Но, скорее всего, скорее всего, вы не знаете, как вы хотите действовать. Вы не знаете, как вы хотите двигаться, вы не знаете, ну, возможно, в принципе, что вам в этой ситуации нужно вообще. И, на мой взгляд, это вот на самом деле может быть серьезной такой проблемы. Потому что вы не опираетесь на себя, вот. Вам, например, сложно на себя опираться, вам, например, тяжело на себя опираться. И в этом случае постоянно возникает такое ощущение неопределенности, ощущение, что вот вы не знаете, что вам делать и не знаете, как поступать. Поэтому лично я вижу в этом проблематику того, что вы не доверяете себе. И я бы, конечно, в этом смысле постарался бы выделить этот момент. То есть я бы постарался посмотреть в сторону того, чтобы как-то, может быть, больше, ну, с большим доверием, к себе относиться. Вот. То есть я бы, я бы, вот, наверное, в какой-то степени, так бы это все. Посмотрим. Вот. С точки зрения, опять же, психологии, с точки зрения психотерапии, с точки зрения, вот. С того, как, ну, вам нужно, например, двигаться дальше. Такая вот история не самая приятная, понятное дело, не самая хорошая для вас, но мне в то же время что-то подсказывает, что... Какие-то ваши действия могли сами привести к тому, что вы в такой ситуации оказались. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. 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 Удачи.